Я просто настолько ванильно нежный человек, мне не хочется никого упрекать. Когда мы говорим про Одиса, конечно, он ведет без конкурсов, там не надо ничего вести. Разбирать Инстаграм гостей, я делал это с Одисом. Не надо ничего разбирать. Инстаграм ты хочешь разобрать, а если у тебя нет экрана? От пользы-то, от пользы-то. Снегирев тоже такую тенденцию использует? Белов, подожди, Саня Белов делает. Все, Саня же сладкий, он такой Маркевич или Марголин, когда ты их разнес. Знаю, как Олег Белецкий работает, там нечем выгорать, господи. Вадим Коробков напишет вам всем кучу конкурсов. У меня сегодня в гостях лучший ведущий России по версии Wedding Awards. Это так. Рома Клячкин. Рома, привет. Привет, Русланчик. Слушай, я подписан на тебя в инстаграмчике, слежу за твоими сторисами и вижу, как много в них спорта. Я вынужден постоянно тренироваться. Почему? Потому что… Расклонник в полноте. Да, да. И мне постоянно нужно делать какие-то неимоверные усилия, постоянно ограничить себя в питании, заниматься в зале, чтобы хоть как-то нормально плюс-минус выглядеть. Зачем это делаешь ты? Наверное, ты за тем же, зачем и ты. Но и плюс, мне очень нравится, когда на мне сидят красиво костюмы, которые до этого просто выпирали. Это же классно всегда выглядеть супер на мероприятии, чтобы все прям красивенько сидело. Чтобы даже где-то ты два пальца засунул между штанов, чтобы ты правильно понял. Но так измеряю расстояние от животика до… Вот, два пальца помещаются, все, нормально. Помещаются между штанов. Но имеется в виду между животиком и брюками. Вот, и плюс ко всему, так у меня такой, ну, манера ведения немного такая прыгучая, танцевальная. Типа, я, типа, думаю, что я умею танцевать, что я умею, типа, делать, ну, типа, этот, волну. Вот, и мне вот это нужна гибкость. Гибкость, грация пантеры, сила комара, я не знаю. Вот, и поэтому, чтобы раньше, когда прям был, прям толстый был. Ну, прям, просто толстый был такой. У меня прям есть какие-то фотографии. Причем, в 2018 году мы куда-то едем. Брюс, ты такая слононяра. Вот, щекай здесь, щекай здесь. Вот здесь ты поднимаешь щеку, здесь разворачиваешь второй подбородок себе сюда, ты закалываешь заколкой. Вот. И едешь на мероприятие. И когда ты уже там, добрый вечер, дамы и господа, и уже устал. Ты понимаешь? Вот, и уже, сейчас ты много сказал, на корочке. Вот, поэтому физическая нагрузка, да и мне кайфово, я нашел своего тренера, Аленочку Башуру. Я надеюсь, она посмотрит это видео. Вот, мы играли с пацанами в Эвент Футбол, где-то там, в районе Центра Прогресса Бокса, именно там занимаюсь. И она занималась там со своим другом, который сейчас управляющий Центром Прогресса Бокса. Вот, и она занималась. Она очень похожа на Дольфа Лунгрена. Это актер из этого. Просто вот это мы, хулиганы. Вот это русский майор, который в этом фильме Рокки играл. Я посмотрю, что можно сделать. Я посмотрю, что можно сделать. Это просто машина для убийства. Вот, и... Она такая, что-то там... О, типа, ты уже был из убойки, Даня. Я говорю, да, детка. Вот. И потом, говорит, может, ты придешь ко мне на тренировку? Я говорю, ну, давай. И все, и пришел. И вот этот комфортное настроение, когда мы друг друга гнобим, она меня гнобит. Говорит, в реплиарсе вся, вся котлетка начинает работать. Вот. Я ее тоже там уничтожаю, когда говорю, ну, а что у нас сегодня там на голове там хусты растут? Ну, то есть, просто прикольно. Не просто ты пришел, и у тебя какой-то там тренер, который говорит, три подхода по десять. Все правильно делаю? Да, да, да. Да, да. Закончил? Ага. Это вот с телефоном. Вот. Плюс ко всему я беру еще потом второй час растяжки обязательно. Вот. У меня всегда два часа тренировка и растяжка со Светочкой Маржухиной. И мы тоже с ней. Там другое там, типа, восстановление, такой релаксик и все остальное. Прям... Прям кайфарик. Вот поэтому по два часа в три раза, по два часа в неделю. А с питанием? Питание. Я долго брал различные сбалансированное питание, потому что понял без него, ну, то есть, это самое главное. И тренер мне говорит, что это самое главное. И брал и дорогое питание, где просто прям, не знаю, десять тысяч в день, условно говоря. Ну, вот, тебе привозят еду, и оно стоит сорок тысяч на четыре дня. Ну, то есть, десять тысяч в день. И то есть, там какой-то там вода, эшминэш, булька. То есть, из-за слезы итальянских вододелов, грубо говоря. Если это обычный салат какой-то мимоза, то он в какой-то, там, грубо говоря, каждый горошек упакован. То есть, ты просто там, ну, то есть, ты даже не открываешь, просто, ну, как глаз, да, закапываешь. Вот, все красиво, но невкусно. Вот, это минус этого. Ну, то есть, не все вкусно, то есть, шесть блюд, типа, не все вкусно. Потом я брал еще, типа, дешевые, но популярные сети, типа, здорового питания, невкусно. Потом я брал еду Валерии и Крокус Групп, она так называется, там, No Secret by Валерия. И самое смешное, ну, мне привозили еду, вот, но мне там каши не заходили. То есть, утром не заходили, это была смешная история. Мама приехала ко мне, вот, я говорю, она такая, где ты питаешься? Я говорю, ну, вот, No Secret by Валерия, Валерия, Крокус Групп. Говорит, тот Валерия молодец, вот как вот с утра просыпается и тебе готовит еду. Вот тебе, Иосифу, как она все успевает? Говорю, мам, да нет, это коллаборация, это все остальное. Вот, и сейчас нашел для себя, там, тоже определенную, ну, компанию. В целом, вкусно, по-домашнему, потому что я считаю, что, вот, завтрак, для меня важен завтрак. Там, кашка, чтобы была вкусная, сырнички, не сырнички, прям просто. И вот этим как раз, ну, то есть, ты, типа, разгоняешься. Вот, да, иногда, ну, то есть, подъедаешь. Но ничего, но ничего, стопудово, это что закрывает. Потому что из шести-семи блюд в день всегда две невкусных. Какие-нибудь рыбные кнели, фаршированные дынными дыньками. Ну, то есть, вот, и прям, оно уже сразу, ну, то есть, невкусно звучит. Ты знаешь, что это невкусно. Сколько калорий на день у тебя там? Ну, написано 1800. 1800? Ну, было 2200, и я понимал, что, ну, я не съедаю 2200. Я, ну, типа, я съедаю 2200, но я съедаю вкусного на полторы калории. Невкусное выбрасываю, и потом доедаю мясом, грубо говоря. Вечером поужинал какой-то там вкуснякой. 1800 же это мало. Я же тебе говорю, 1800 это то, что привезли, и, возможно, 1800 то, что я доел. Ну, то есть, получается, 3600. Ну, то есть, вечером там, ну, то есть, ты хочешь поужинать, вот, думаешь, возьму-ка я, ну, типа, не буду много есть, возьму стейк. Взял стейк, а можно пюре к нему? Да, пюре. И масло принесли, ну, там, ничего же не будет. Типа, ладно, водичкой запью, не кока-колы. Запил водичкой и лимонад. Вот, и все, и вот так, ну, просто нагребаешь и ешь. А ты не попадал в дефицит калорий? Куда? Ну, в дефицит, это, то есть, когда ты ешь. Я понял твой вопрос. Я понял, дефицит калорий, это когда тебе не хватает калорий? Ну, типа того, но на самом деле даже на голову еще давит очень сильно. Я просто как-то дефицитил и прям, ну, с настроением полный херня начинаешь. Не знаю, ну, то есть, я, может быть, и попадал, но я, типа, не понимал, что, типа, блин, а, блин, сейчас буду тебе придумать, блин. И знаешь, как вот это, типа, что-то будет происходить в настроении, это ты будешь, как, знаешь, облачко, типа, ты, запомни, дефицит калорий. Я просто тоже, я не знал, я просто в какой-то момент вот прямо жестко худел, дефицитил, тренировался регулярно, ну, и прямо это получилось там, ну, на какой-то дистанции. И в какой-то момент я такой, знаешь, проканулся такой дома, сижу такой в машине, такой, думаю, понимаешь, что настроение просто какая-то полная херня, хотя как бы в жизни вообще все нормально. И ты придумал, типа, дефицит калорий? Нет, я, типа, к тренеру позвонил, он говорит, да, вот, вот вы и встретились с тема. Ну, серьезно. Знакомьтесь, дефицит калорий. Да, да, да. Руслан Горяев, дефицит калорий. Это просто два, два человека, дефицит калорий. Вот. И плюс к всему, почему я все-таки взял сбалансированную еду на мероприятии, если возвращаясь в нашу сферу, ну, там невозможно есть. Неважно. Это может быть стейк, пюре, ну, то есть салат. А как раньше было, когда не было еды? То есть ты приезжаешь на мероприятие. Ладно, с утра позавтракал, хрен знает чем. Поехал на мероприятие. В целом, на мероприятии, ну, вот, я стараюсь не есть, потому что, ну, сильно в живот прям, прям, вот, ты в 6-7 поел, неважно чего, потому что там все равно все такое, которое падает. И в теле, и в теле. Даже если они называются куриные беточки, то эти беточки просто бунж. То есть это беточище. В человечье беточки, вот, и потом очень тяжело везти. Поэтому ты, типа, не работаешь, не ешь, в 11 часов закончил, приехал домой. А тортик, тортик в конце тебе не прилагают? Ты же, там логика такая, нет, я не буду, потому что я сейчас испорчу себе аппетит, а у меня же в 12 есть еда, которую нужно съесть. И потом ты еще тортиков шлифанешь. Шоу Мазгуон для меня, как для автора, это возможность пообщаться с лидерами ивент-индустрии, задать им профессиональные вопросы и получить те ответы, те знания, которые я смогу применять в дальнейшем. Яркий пример такого полезного разговора – это подкаст с Александром Беловым, ивент-режиссером и создателем агентства To Be Love. В этом выпуске много инсайтов и откровений, интересных для любого творческого человека. А в продолжении этого разговора с Сашей я теперь еще иду к нему на курс по ивент-режиссуре. Курс вызывается «Режиссура новой реальности». 8 ключей к созданию вау-проектов, меняющих жизнь. Я иду сам и зову вас с собой, потому что по промокоду SHOWMOSGALUN2023 вы получите приятную скидку на обучение. Ссылку на курс прикрепляю в описании к этому выпуску. Меняем реальность вместе с Александром Беловым. Ты как-то готовишься к сезону? Ну что-то обновляешь вообще или нет? Мы же все ведущие всей страны хотим обновить программу, понимаешь? Но имею в виду, что нам нужны новые что, где, когда и... Я понимаю, но преимущество работы в Москве – это то, что не надо обновлять программу. Как это? Вадик Коробков, он там целый создал проект «Предсезонка» называется. Ну он для кого создал? Ну для ведущих. И он типа своей авторской группой пишет и для себя тоже. Ну и прекрасно. Нет, я просто к тому, что я прекрасно осознаю, что в регионе есть проблема повторов людей, гостей. То есть ты провел мероприятие, на следующую неделю приходишь, те же люди тебя просят переформатировать программу. В Москве в этом плане преимущество гораздо больше. Город больше, плюс ко всему очень много перелетов по регионам, и ты делаешь все то же самое, просто есть определенная форма, лотереи, что, где, когда, камень, норрница, бумага, бокс, но только с другими людьми и с другими шутками. И вообще меня всегда удивляет вопрос типа смены программы. Ну то есть если ты у этих людей ни разу не вел, да, и вот многие ведущие говорят, а вот что-то новенькое есть? Смотрите, когда вы смотрите вечернего Урганта, что-то новенькое есть? Нет, но есть, имеется в виду, форма, интервью. Даже, ладно, там бывают новые какие-то интерактивчики, я тоже придумываю какие-то, ну то есть интерактивчики. Вот, ладно, возьмем камеди. В камеди четкая структура, выходит воля Харла, шутят про других гостей, выходит Дэмис с батрухой, показывает миниатюры. Да, форма та же самая, ты что-то изменил? Нет. У тебя просто, ну, новые люди и новые миниатюры. Так же и у меня. У меня есть четкая форма, у меня есть просто новая информация о гостях, и там я уже добавляю, ну то есть каких-то новых шуток. Потому что если ты ведешь у людей, у которых ты первый раз ведешь, то смысл менять программу, если она топовая у всех ведущих, наверное, вот у нас, я когда работал в Красноярском, в команде Red Day, компания, Левый Берег, это команда КВН была, когда мы работали все вместе в Красноярске, начинали. Там было и так, ну то есть, там была даже градация, вечеринка номер один. Ну типа сценарий определенный, да, под это? Да, это первая вечеринка, самая топовая, самая, ну то есть самая первая, то есть она максимально все сливки снимает, вечеринка номер два, где ты уже, ну можешь повториться, но можешь повториться в другой форме, то есть, грубо говоря, если в первой форме ты можешь, в первой вечеринке ты можешь пошутить про человека, то во второй, во второй вечеринке номер два ты можешь снять какой-то видеоролик, где, ну типа будет повторение, но в формате видеофильма, там озвучка какая-то или какой-то, ну вот в таком формате. Есть вечеринка номер три, вот. У меня все то же самое, то есть, и когда мне говорят, Ром, есть что-то новое? Я говорю, есть. Есть мероприятие, вот я даже отказался от каких-то мероприятий. Отказываюсь, потому что я понимаю, что лучше уже не будет, что бы я не придумал. То есть настолько было смешно и круто в предыдущих двух разах, что дальше лучше не будет. И поэтому мне легче отказаться от мероприятий. — И ты прям берешь и говоришь, я все, типа... — Да, ну вот, допустим, вот Терра, это бизнес-клуб Терра. Я у них три раза уже вел для них, и все прекрасно. И сейчас я понимаю, что, типа, ну, во-первых, не всегда есть время. Вадик Коробков, вот вы приводите Вадик Коробкова, а много мероприятий у Вадика Коробкова? — Мне кажется, что да, если честно. — Не-не-не, подожди. Здесь фишка в том, что если у тебя есть возможность сидеть с группой, писать, то значит, у тебя, ну, не 20 мероприятий, в месяц, но это нужно время. Вот. А когда у тебя 20 мероприятий в месяц, ну, 15, ладно, с учетом, там, последних событий, там, в июне, там, 16, ну, тебе просто, ну, физически тяжело что-то новое придумать. Тебе нужно, ну, то есть восстановиться, чтобы отпарабанить, там, другое мероприятие. Поэтому я отказываюсь от мероприятий, потому что я считаю, что лучше пусть кто-то другой отведет, а я, ну, отдохну, ну, там, не заработаю каких-то денежек, вот. Но при всем при этом я буду, ну, то есть честен по отношению к себе, что, типа, лучше я уже не сделаю. — Уйдешь на максимуме, скажем так. — На пике, да-да-да. — А ты при этом так и говоришь, ну, то есть заказчикам этим ты говоришь, типа, я хочу запомниться для вас на максимуме. — Нет, это я больше говорю не заказчикам, а организаторам. — Организаторам. — Организаторам, да. Но есть мероприятия, где, типа, меня могут соблазнить, ну, типа, денежкой. — Конечно. — Вот. И, типа, ну, еще разочек. Хотя вот там есть частные мероприятия. Мы летали в Европу вести мероприятия. Я, ну, очень много вел для этих людей, для этой семьи разных мероприятий в различных там регионах. И у них дома, и там в Куршавеле, и еще где-то. Ну, то есть много вел, а здесь оказалось, что Саня Белов, ведущий, был рядышком в Ницце. Вот. Я его подтянул, но сам не знал, как все пройдет. Вот сам не знал. И от этого очень сильно, ну, то есть очень сильно переживал. Есть, ну, типа, когда спрашивают, ты не переживаешь? Вот есть мероприятие по классике. Вот ты ведешь свадьбу, этих людей не знаешь. Первый раз. Неспокойно переживаешь. А когда ты знаешь людей, они все... А там еще такая, ну, то есть публика, там нужно угодить, ну, то есть семьяниннику, чтобы он, ну, главный действующий. Знаешь, есть на свадьбах, типа, ты должен угодить папе, да, типа, или ты должен угодить молодоженам. Ну, понятно, что мы все должны угодить всем, но здесь ты четко понимаешь. Он смеется, все смеются. Все получилось. Он смеется, все смеются. Вот. И приехал Саня Белов. И я не знал, как все пройдет, потому что был список по гостям просто с небольшой информацией. Вот. Плюс ко всему я посмотрел, тебе тоже рекомендую всем ведущим посмотреть, вечеринки для твоей компании. А, игры для твоей вечеринки. Ну, игры для твоей вечеринки. Вот оттуда взял. Вот ты новая вечеринка. Вот новая вечеринка. Не надо ничего придумывать. Вадим Крабков, где бы ты ни был. Все снял, вот, все сделал, все. И я приехал, и просто разнесли. Причем полтора часа просто с Саней разгоняли. То есть я его знакомил с гостями. И как-то так классно было. И просто очень смешно было. Очень смешно. Я вот порой, Рус, понимаю, что вот на мероприятиях, на которых я работаю, ну, не должно быть так смешно. Ну, не бывает на днях рождения вот так смешно. Ну, когда просто слезы, когда скулы болят. Истерика. Истерика. Не отодноешься, а когда ты прям бэм-бэм-бэм-бэм. Люди говорят, остановитесь. А я такой человек говорю, не, не-не-не, ребят. Это слишком просто остановиться. И ты накидываешь, накидываешь. То есть плотность такая. И вот это, конечно, пугает иногда меня. В том плане, что типа, ну, типа, отвел и разнес мероприятие. Все, лучше уже, ну, то есть не будет. Для себя. Ну, то есть, а завтра мероприятие, а будет ли оно вот таким же? Потому что ты хочешь остаться на этом же, на этой же волне, на этом же пике, на этом же уровне разрыва. Прям вот людей. И это, конечно, ну, прям вот это заряжает. Когда ты разнес. Еще раз повторюсь. Разнес и уничтожил. Не одним блоком, а просто всем мероприятием. Когда залетает все. А ты еще там шутишь. Там когда, причем шутишь как-то тонко, красиво. Там на последнем мероприятии, там, ну, был там человек такой, ну, то есть он там инвестор. Ну, у него такое грустное лицо. Я говорю, блин, у вас лицо волатильности рубля. Вот, и все. Ну, то есть, просто красиво. Красиво. И все. А там эти. А-а-а, молодильность рубля. Все. А потому что, ну, то есть, плюс ко всему, там сразу же, ну, то есть, какие-то шутки. Там, я говорю, вот, там именинник, у него фамилия Букин. Вот, я говорю, он уже занимается параллельным импортом. Вот, он уже создал такие продукты, как МакБукин. Да, мы понимаем, чикен МакБукин. Вот, и все. А там Букин.ком. Тэн-тэн-тэн. И просто ты не останавливаешь. Просто, бач, дэнч. Просто это вот здесь родилось. И причем я не понимаю, как это рождается. Когда меня многие спрашивают по поводу, там, импровизации. Типа, Ром, а как? Как научиться шутить? Я думаю, да. Мне, ну, во-первых, тяжело это ответить, потому что я, честно говоря, не знаю. Может быть, я всегда говорю, что если сесть, подумать, проанализировать. Ну, уже просто многие анализировали, там, Адис, Вадим, Лёня Марголина, у него классная, тоже был какой-то мастер-класс у Марголина, прям, по чувству юмора, очень классный, такая теория, ну, прям теория теории, которая ты вышел, а что было, ну, как будто тебе просто рассказали, как на воде, ну, то есть, рисовать пальцем, и ты такой, прикольно, вышел такой, блин, а где это применить, ну, то есть, вот. Ну, очень классная. Вообще, что касается, вот, ребят, которые, вот, опять же, к Ваде возвращаясь, очень умные, очень тонкие, но со своей такой работоспособностью, вот, и когда вот ты говоришь, что они пишут для ведущих, да, но конкурсы, интерактивы, это как команда КВН, ты должен писать сам, там, тебе никто не должен их писать, пока ты их сам не прочувствовал, пока они не в твоей органике, но это странно, типа, напишите мне конкурсы, там, на вечеринку в стиле 90-х, ничего подобного, должен сам, ну, то есть, заморочиться и сам себе написать, а иначе, ну, это очень, это очень странно, когда ты просишь кого-то написать. Да, мы иногда, там, в чате топ-15, мы, там, спросим, ребята, типа, ребят, есть у кого-то, типа, на гендерную вечеринку, там, Саня Слесарев попросил, вот, там, конкурс, я говорю, есть, но они, плюс ко всему, не обязательно писать что-то. Это как Чат Снегирева в миниатюре, получается, типа, ну что, знаешь, есть Чат Снегирева, легендарный, где там все делятся какими-то материалами, в топ-15, получается, тоже так делают, только в своем микрочате. Конечно, конечно, но там, там другой уровень, там, пишут, где, типа, кому продать 2000 долларов, вот, где сделать ТО на Теслу в нынешнем, там другой уровень, а ты понимаешь, общение, вот, там редко спрашивают про конкурсы, вот, но иногда спрашивают, но плюс ко всему, когда ты придумаешь новый конкурс, не обязательно придумать новый конкурс, можно адаптировать старый, ну, то есть, на гендерной вечеринке конкурс «Покажи мне песню», когда человек, там, надевает наушники, три участника команды показывают детские песни, детские песни человеку, который в наушниках, а он должен их отгадать. Все, адаптировано, адаптировано, и он их отгадывает, там, вот и все, там, жили у бабуси, два веселого гуси. Понятно, что тебе конкурсы вообще не нужны, ну, по большому счету, я имею в виду, ты же можешь вести, понятно, что без них, но сейчас же есть такая супермодная... Это и ошибаешься. Сейчас супермодная тенденция, что... Да у кого тенденция модная? Модно вести без конкурсов, ну, там, ведущий. Мне кажется, наоборот, из Москвы идет этот тренд, нет? Ну, а какой, ну, Одис тебе сказал, что модно вести без конкурса? Ну, в том числе. Ну, это значит тенденция. Вот, смотри, может быть, и есть такая тенденция, но для меня в мероприятии важна форма подачи юмора. Для меня, и она, ну, то есть, есть ведущий, который говорит, мы просто пять часов стендапим, просто болтаем с людьми. Вот, ну, плюс ко всему, я уверен, ни ты, ни я. Когда мы говорим про Одиса, ну, что у него там пятичасовое мероприятие для звезд? Конечно, он ведет без конкурсов, там не надо ничего вести. А когда, типа, говорят, Ром, никого не будет, будешь ты и Костя, диджей, в восемь часов у нас свадьба, все, нужно, чтобы поржать. Ну, я посмотрю, как, ну, то есть, в этом плане справятся Одис или те, кто говорят о том, что без конкурсов можно вести. Еще раз говорю, можно, я не называю их, может быть, конкурсами. Я их называю игрушки, чтобы не пугать. Ну, я понимаю, слово конкурс могут кого-то пугать. Ну, то, чтобы не пугать заказчика, ну, мы-то же все понимаем. Ну, мы-то все понимаем, да. Но, когда ты говоришь, типа, игрушка, либо SkyD, я начинаю разгоняться с какой-то такой темой на презентации, когда ты, ну, общаешься, там, с молодоженами, с именинниками. Для меня всегда важна форма подачи юмора. Лотерея – это форма подачи юмора, где я четко понимаю, почему я ее делаю. Потому что там у меня имена и фамилии присутствующих гостей с небольшим описанием. Вот, там у меня есть пять подарков веселых. Я достаю победителя, Антон Иванов. Выходит Антон Иванов, с ним легкая интервьюшка, очень комплементарная, уважительная, бесплошность и унижение, но с претензией на юмор. Не просто, как вы же дела, нормально, все новенькое, ничего, почему меня позвали. Вот, хоп, поржал с ним, сделал какой-то там легкий интерактивчик, тысяча нда, угадай звук рыбы, вручил конкурс. Все, закончено по драматургии, закончено общение по драматургии. Также, ну вот когда ты говоришь, Снегирев тоже такую тенденцию использует? Нет. Нет, значит не все, значит не все. У Снегирева камень-ножницы-бумага, у него, у него просто, мне у него не очень нравятся, ну то есть интерактивы, потому что их тяжело разгонять. Я не люблю, ну вот я как называю, закрытые интерактивы. Ну да, там уже вариативности мало как бы. Конечно, то есть ты говоришь, и так назовите, самая красивая цифра, пять, шестнадцать. Угу, неинтересно, ну то есть условно говоря. Вот, поэтому там очень, поэтому когда мы с Саней ведем мероприятие, я там просто над ним, ну то есть стебусь и люблю поржать над ним. Когда он там проводит какой-то интерактив, он говорит, ну как интересно, ну то есть я типа, я вовлечен, ну то есть как же мне это интересно. Вот, я там даже подсказываю правильные ответы. Это пятни, они говорят, Са, я говорю, правильно, это пятница. Вот, Саша, видишь, я вот за команду там родителей. Самое смешное было, когда мы с первого раза с Саней вели, это был школьный выпускной, все, а Саня же сладкий. Он такой, ну вот с Екатериной Гусевой последний у него какой-то видосик был в этом посте. Моя мечта сбылась. Вот, и он такой сладкий, он такой, он уверен в своих, вот, ну как я уверен в своих интерактивах, он уверен в своих. То есть ему не приятно, даже я понимаю, что это неприятно людям делать, но он настолько уверенно это делает, и они, ну типа, ну мы не хотим, заткнитесь и участвуйте. Ну мы не хотим. Ребят, пожалуйста. Здесь я решаю, кто что хочет. Вот, и мы с ним, типа, выпускной вели в школе. И было так смешно, и я его там, ну то есть, стебал, он там, ну что, все собрались, значит, настало время конкурса. Я говорю, господи, ну я говорю, но это не обязательно. Вот, и я начинаю вот, ну то есть, я говорю, Саш, ты так сладко говоришь, что в твоем рту нужно производить эклеры. Вот, какие-то, какие-то такие вещи. Вот, и я его прям бум-бум-бум, и в итоге после выпускного, там спустя неделю, папа к одного из выпускников говорит, хочу день рождения, вот, хочу вот этих двух, но чтобы тот пухлый, говорит, унижал длинного. Вот, и в итоге так и было. Вот, поэтому тенденция, что конкурсы не нужны, это миф. Кому как комфортнее вести. Еще раз говорю, мне важна форма, чтобы она была разнообразие. А когда у тебя однообразие, когда ты просто болтаешь, 8 часов, 8 часов. Я сейчас говорю о том, что никогда 10 у тебя артистов, и когда там есть бюджет, как вот у Одиса, Люси Чеботина, Николай Басков, все друзья на его. Конечно, он ведет без конкурсов. Ну, конечно, он ведет, но там они просто не нужны. Мы тоже на свадьбе Иды Галич с Одисом вели без конкурсов. Ну, точно, да. Но там не нужны были конкурсы. Не нужны были. Я, как ведущий мероприятий, пока только стремлюсь к тому гонорару, который получает Роман Клячкин. Но уже сейчас я понимаю важность внешнего вида при работе в премиум-сегменте. Именно поэтому я хочу вас познакомить с недавним своим открытием, бабочками бренда Классик. Это не просто бабочки для смокинга. Это бабочки для людей, знающих себе цену и уверенных в себе. Ручная работа. Каждая бабочка уникальна. Не бывает двух одинаковых бабочек. Бабочки бренда Классик – это бабочки-самовязы, которые завязали уже за нас. По промокоду SHOWMASKGOON вас ждет скидка 10%. Раздаем стиль вместе. Понятно, что вообще все ведущие страны повторяют конкурсы за тобой, но ты же это знаешь. Смотри, они не повторяют конкурсы за мной. Потому что я в свое время был мне кастером лаз по регионам. И я показывал, как я веду мероприятия. То есть ребята, ведущие, ну и кто был на мастер-классе, они были как гостью. Я брал информацию про всех. Ну там не про всех, а про 50% всех, кто сидит. Антон Иванов – ведущий. Но там очень смешные бывали информации. Про ведущих, конечно, много смешной информации. Потому что ведущие раньше чем-то занимались, каким-то очень странными делами. То есть ты продавал мышей, я не знаю. То есть работал в зоомагазине. Только потом ты стал ведущим. И в этом юмор. И все. И грубо говоря, вот у меня сидит 50-100 заказчиков. Я показываю на основе мероприятия, как я веду. И все, и показываю все эти конкурсы. Почему это здесь, где тут какие-то инструменты. Я говорю, что вы можете брать. Никто не ворует. Я просто говорю, что вот берите инструменты. Это просто форма подачи материала. И все, конечно, ну не все, кто-то адаптирует. И я на самом деле рад. Мне очень многие пишут, что где, когда. Да, это просто гениально. Хотя это не я придумал. Да, я понимаю. Просто мне вот интересно то, что вот эти повторения за тобой. Вот в частности, самое сердце. Понятно, что это отбивка, которую ты сделал своей фирменной. Ну и это твой стиль. Но когда ребята в регионах ее тоже делают, снимают на сторис, а ты это репостишь, я пытаюсь понять, кто над кем издевается. Но в том смысле, что это же... Ну, наверное, я больше. Ну, конечно. Но типа вот в моем понимании, что с амбициями у этих ребят, которые делают прощание под самое сердце, это как будто ты в школе лиги КМН играешь и никогда не собираешься куда-то попасть. Даже команды КМН использовали эту отбивочку. Ну, тем более. Ну, то есть... Ну, смотри, ну... Зачем они это делают? Нет, ну ты же начал эту тему с вопросом по поводу конкурса и перешел к отбивке. Ну, то есть отбивка это слишком, ну, то есть мелкая. Я, ну, то есть я прикалываюсь, меня иногда просто забавляет, ладно. Ну, то есть есть ребята, которые, ну, типа правильно делают. Хотя там все просто, там самое сердце, тыщ-тыщ, и там два ударчика, и пошел сердце. Вообще несложно. Вот, несложно. Но есть люди, которые не знают, где сердце, чтобы ты понимал. Там просто парень, он вот такой. И там, ну, то есть он бьет вот сюда, где с другой стороны груди. И вот он, и у него ничего, и вот это, ну, то есть это так смешно и нелепо выглядит. Там на одном видео, там стоит парень такой, все, ну, а я целую. И тут к нему подходит дедушка, что-то хочется, прям реально дедушка, что-то хочется. Он, не обращая на него внимания, ему нужно закончить это мероприятие. Он такой, бросите, что-то он говорит. А с вами, говорит, спасибо большое, это было прекрасно. И дедушка, бросите. И он как-то... О, это ужасно. И поклонился, ушел, а дедушка такой, за ним просто пошел ходить. Это выглядело, да, вам. Кринж. Кринж. Да нет, но я всегда говорю, да используйте, ну, можно найти за своей музыки миллион. Да понятно, нет, а зачем использовать, я просто пытаюсь понять. Хорошо, даже если он делает это правильно и очень красиво, в самое сердце он попадает. Я не видел, я не видел вот такого, Белов, подожди, ты посягнул на Белов. Он так делает тоже? Да. Саня Белов делает. Ему настолько понравилось, ну, то есть, эта отбивка, и он прям... Ну, он там, если я там, ну, то есть, нежнятин, то он в самое сердце... Ну, слушай, он со своей экспрессией... Кринж, ну, то есть, там вообще танец из этого, то есть, в конце. Он может у тебя забрать таким образом, мне кажется. Ну, не, может забрать, но у него это не так душевно. Там же, ну, то есть, ты же, понимаешь, Рус, ты приходишь к этой отбивке через все мероприятие. А если ты, типа, красиво просто объявлял артистов и мощно вышел, вот, то в целом... Ну, то есть, эта отбивка может... Понимаешь, это вот мелочи, из чего состоит все, все мероприятие. Вот иногда думаешь, вот о чем мы говорим, об какой-то музыкальной отбивке, да? Но это такая фишечка финальная, к которой ты пришел через все мероприятие. То есть, ты начал с велкома, душевный зайчик, встретил бабушку. Взял цветы у гостей, поставил вазу, когда нет организаторов, официант. Все сделал, чтобы быть душевным, классным. Все, предложил водички, вот, то-то, то-то. Потом провел церемонию, тюн-тюн-тюн, все красивенько. Потом добавил юмора, потом разнес там все мероприятие. Какие-то там торт красивый подал, бросили букет, бутонярку. И в конце ты имеешь право сделать эту отбивку. Типа, спасибо большое, сегодня было кайфово. Мне кажется, сегодняшний праздник попал в самое сердце. И ты сделал самое. А если этот праздник был говно? Ну, то есть, если ты, как ведущий, чувствуешь, блядь, что это был провал? Ну, то есть, вообще не в сердце. Да, 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 что погас свет и ударил подружку невесты. Ну, то есть, ну, странно говорить, в конце, ну, типа, праздник был в самое сердце. Да, хорошо, ну, слушай, я согласен с тобой, но вот мне интересно, если бы ты как-то со стороны педагогики бы посмотрел на парней, которые вот это копируют, ну, тебе не хочется вот, ну, без стёбы искренне им сказать о том, что, ребят, ну, наверное, чтобы для какого-то роста вам нужно что-то своё делать. Ну, вот прощание какое-то фирменное. Ну, не хочется, потому что я, у нас есть человек, который может это сказать, Адис, вот он может на всё сказать, типа, ребята, да и Снегирёв, вот, я просто настолько ванильный, нежный человек, мне не хочется никого упрекать. Нет, не упрекать, а вот даже из... Да даже учить, ну, то есть... Да нет, из пожелания блага, но тебе не кажется, что это было бы эффективнее? Ну, ты понимаешь, что это пожелание блага будет заумным и ублюдским, ребята, ну, как вам не стыдно копировать мои вещи? Вы же взрослые люди. Ну, ты всё равно сказать должен им, ну, типа, на серьёзных... Ну, хорошо, нет, вот я к тебе подошёл, вот, подошёл к тебе тут в коридоре, да, и говорю, Ром, слушай... Я делаю в самое сердце. Да, вот, а ты для меня пример для подражания. Но вот я как-то хочу стать не менее крутым тоже ведущим. Как ты думаешь, мне вот заморочиться придумать своё прощание или твоё фигачить, и будет ништяк мне в карьере? Ну, смотри, ну, это такой... Ну, это такой банальный, мне кажется, ты пример привёл. Есть вещи, на которые... Вот я не хочу отвечать только потому, что это получится как отговорка, вот как такая отмазка. Ну, типа, а как шутить, как ты? Читайте больше. Отмазка? Это полная херня, да. И когда вот ты мне, ну, то есть, задаёшь этот вопрос, типа, ну, вот тебе отмазка, но, наверное, лучше найти своё, чтобы расти дальше. Следующий вопрос. Ну, ты так не считаешь. Ну, ты что, а ты считаешь, что правильный ответ? Нет. Нет, ну, это же ответ на отвали. Ну, это ответ на отвали. Всё равно нужно... Ну, дай мне ответ не на отвали. А? Ну, дай мне ответ не на отвали. Ну, он должен быть сильно развернутый. Он должен быть... Ну, то есть, всегда, когда у тебя что-то спрашивают, ну, мне кажется, каждый ответ должен быть более-менее развернутым. — Типа надо разобраться. — Разобраться, конечно. Потому что ты там делаешь эту отбивку, потому что у тебя и музыкальное наполнение в этом такое душевное, ты там скачешь, прыгаешь. Еще раз говорю, она финал того, что произошло за 8 часов мероприятия. Иногда я ее не использую, потому что понимаешь, что она просто не нужна. И это тоже нормально. Типа уже понимаешь, что самое сердце уже не нужно. — Слушай, если ты тогда так серьезно относишься к вопросам обучения, осознаешь ли ты, что когда ведущие идут к тебе на мастер-класс, но вряд ли они оттуда что-то унесут, прям суперприменимого? — Конечно. Ты что, подожди, ты сам себе противоречишь? — Нет, я допустим... — Все проводят конкурсы, ничего не унесут. — Я был на бизнес-отворчестве, где ты выступал, и мне, безусловно, понравился твой спич. Но это же шоу, ну то есть это классное шоу. — Какая дема была? — По-моему, азбука ведущего. Или там какие-то... — А, нет, там были мелочи. — Десять мелочей, да, которые помогут вам вести все мероприятие. И там под для того, что там надо иметь с собой лейкопластырь, чтобы кому-нибудь дать. — Ну, а ты считаешь, что это неправильно? — Ну, это информация, которую... Ну, я либо знаю, либо я чего-то другого жду от Романа Клячкина, ну, чтобы было знать, понимаешь? То есть, типа, наличие лейкопластыря никак меня не приблизит вот к тому уровню видения. — Нет, смотря... Вот видишь, ты вырываешь из контекста, там же все это было подано через историю. Слушай, а когда на бизнес-творчество приходит Илюха Соболев? А когда на бизнес-творчество приводит Дима Кожома? Или еще кто-то из слепов? — Да, нет, так там точно... — Что? — У меня точно не понимание... — Там еще меньше информации, которые они тебе... Ты просто берешь интервью. — Да, да, конечно. Они просто пришли, мы их знаем, и это все понятно, вопросов нет. — Но это очень, ну, тоже странно. Но это странно приглашает, ну, то есть, спикеров, которые... Ну, то есть, тоже ты ничего не... не возьмешь от них. — В плане пользы, да, ничего не возьмешь. — Не в плане ничего не возьмешь. — Просто посидишь, посмотришь, какой Кожома классный. — Окей, а тогда, ну, приведи мне пример спикера, который... Я, на самом деле, вот когда смотрю бизнес-творчество, да, интересно слушать. Но еще раз говорю, некоторые моменты, они просто, ну, то есть, неприменимы. — Я бы могу привести тебе пример. — Ну, приведи пример, кто, вот, на твой взгляд, гениально выступил, и ты прям взял все. — Ну, это будет пример не оффлайн выступления, но, допустим, я был на обучении у Одиса, вот, и он, ну, хотя бы научил меня делать, там, разбор Инстаграма гостей. Ну, то есть, я это сейчас применяю в каждом мероприятии. Это было ценно. — Подожди, а я научил человека шутить в первом блоке тремя шутками. — Отдал три шутки? — Нет, нет, которые ты вот просто выходишь, когда представился на мероприятии и пошутил три шутки, сразу же, без подготовки, где ты сказал имя и фамилию гостя, который здесь присутствует, и факт о нем. — Ты говоришь, для меня большая, ну, то есть, мне приятно здесь находиться, ведь сегодня у нас только звездные гости. Мы обязательно узнаем, почему Кирилл Иванов, брат нашего жениха, уже третий год ничьи не может наладить снегоход. Сколько стоит салон, сколько стоит маникюр в салоне красоты подруги нашей невесты Ольги Петуховой. И в чем секрет бабушкиных пирожков Ольги Анатольевны? Три шутки. Не надо ничего разбирать. Инстаграм ты хочешь разобрать? А если у тебя нет экрана? От пользы-то! От пользы-то! Ну, правда, ну что... Ну, вот каждый выносит то, что посчитает нужным. Разбирать Инстаграм гостей. А для меня... Я делал это с Одисом. А я даже там на одном мероприятии... Мне... Я в итоге сделал... Ну, опять же, это вот из серии. Вадим Коробков напишет вам всем кучу конкурсов. Нифига подобно. Он мне написал этот разбор Инстаграма. Я посидел. Ну, там, заказчик отдал. И я понял, что это не мое. Не моя эта органика. Вот и все. А я на мастер-классах... Во-первых, он не называется мастер-класс. Называется... Там не написано, что это обучающий курс. Поэтому я и не обучаю. У Резниченко обучающий курс. У Одиса обучающий курс. Как разобрать Инстаграм? Здесь я показываю, как я веду мероприятие. На примере своей работы. И работы моего диджея. И... Я даю 7 часов контент. Вот, берите. Вот вам формы. А ты выбрал только один. Разбор Инстаграма. Нахрен он нужен, разбор Инстаграма? На мой взгляд, это не смешно. Ну, то есть, я это делал. Я просто это прошел. Одис там... Вот, из уст Одиса это классно. Он сам это делал в своей авторской группе. Сам чилит, пилит. Нарезает. И потом выдает. Классно. Из моих уст нету... Нету возможности для разгона. Это должна быть чистая реприза на экран. Чистая реприза на экран. Мне легче... Знаешь, что мне легче? Разобрать Инстаграм в онлайне. Ты говоришь, все, давайте залезем в Инстаграм нашей менинницы. Посмотрим фотки последние или сториз. Хоп. И в моменте просто. И просто в моменте. И это смешнее получается. У меня, в основном случае. Я помню, что ты еще на том выступлении на бизнес-отворчестве говорил о том, что... О, ты же ничего не вынес. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. Не, просто мне запомнилась деталька. Не могу сказать, что это была какая-то супер польза. Но мне просто запомнилась, потому что это было трогательно. Ты говорил о том, что... войти там в определенное классное настроение, состояние, ты можешь, допустим, перед мероприятием позвонить маме, спеть там ее любимую песню и так далее. Да, вот так есть. Я хотел узнать, это правда так? Да. Я всегда заряжаюсь, ну, то есть у меня есть традиция, все, теперь я звоню маме и пою песню на мотив песни «Светик, моя Светлана, свет горит в окне», это группа Нэнси. «Светик, моя Светлана, свет горит в окне». Это любимая группа папы и мамы, мы там танцевали всегда с батей под эту песню, там «Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, только так и не позвал твоей любви». Вот, мы всегда под эту песню танцевали, и я всегда звоню маме и всегда импровизирую, ну, то есть импровизационная песня. Я говорю «Мамочка, мамуля, ты сейчас в тайге, все вокруг смеются, передай привет баба Еге». Пэч! Непринципиально, ну, то есть там просто должен быть... Какой-то должен быть, ну, то есть такой, какой-то в конце такой, ну, панч. И мама мне тоже начинает, она начинает мне тоже. «Я сейчас на грязи, все вокруг смеются, там, где же мои князи?» Ну, условно говоря, там не обязательно должна быть, ну, какая-то рифма, но всегда смешно. Я всегда заряжаюсь, когда, ну, да, звоню маме. И плюс ко всему, вот на кастер Мласа, ты же не был, ты же ничего не вынес, кроме разбора Инстаграма. Вот, чтобы ты понимал, для настроения, а это всегда классно, ну, что-то должно нам давать, ну, то есть настроение. Я всегда звоню маме в самом начале, вот, но я стараюсь, чтобы каждый, каждый элемент того, что я делал, приносил пользу. Я говорю, прямо сейчас мы позвоним маме моей, вот, но не просто позвонил. Все, мы берем там, подключаем мой телефон через там переходничок, колонкам. Вот, я говорю, мамуль, привет! Все, она выходит в колонке. Все, мы с ней болтаем, она все передает привет, я говорю, что делаешь? Шутки, 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 шутки. Что делаешь? Потом, я говорю, все, передай всем привет. Я говорю, всем привет, вы классные, все, сынулик, люблю тебя. Все, да, типа, трогательно, а потом я говорю, ребят, ну, эту же тему, да, я не случайно, типа, затронул эту тему. Это, во-первых, умилились, а, во-вторых, есть практическая польза, что я говорю, это круто, когда молодожены задерживаются, вы просто им звоните, вот здесь. Говорит, здесь уже все собрались, ребята, у-ху! Из этого, из дилерского центра Химон Дай. Все, то есть ты используешь это еще и как какой-то такой инструмент. Потому что, вот у меня мероприятие, еще раз повторюсь, когда ты говоришь про пластырь, поэтому там и называлось это все, мелочи. У меня мероприятие все состоит из мелочей. Ну, то есть, от, там, от и до. Я стараюсь, чтобы эти мелочи были учтены, потому что, если меня раз спросили, есть у вас леска пластырь, два, а у меня нету. Ну, классно, когда он у тебя, сука, есть. Ну, классно, говорит. Фекундочку, ножку натерли, да. Эти два человека, девочка маленькая, которая пластила пластырь, и женщина, ее мама, это плюс два человека, которые, блин, какой классный ведущий. Это не просто лейкопласты, Рус, вот ты выносишь не то, что ты хочешь. Это не просто лейкопласты. Когда ты в самом начале здороваешься на саундчеке с официантами, говорите, ребят, всем хотелось бы поздороваться с нашими уважаемыми официантами, с нашими поварами, со службой безопасности, это важно, я охрана, с нашими гардеробчиками. Ребята, привет, пожелайте вам хорошего рабочего дня, вечера, спасибо, что вы сегодня с нами. Это не просто так, это к тому, что тебе эти ребята понадобятся. Они запомнят, блин, какой классный, в самом начале, а потом, когда тебе нужно будет стол или стул, или капучино, они с удовольствием тебе сделают и помогут. Это не просто так, что вот ты говорил, что нужно здороваться, это все не случайно. Это все основывается на опыте моем. Ну вот теперь твой пластырь стал понятен мне. Ну ты понимаешь, пластырь, это прям то, что нужно. Все, чтобы стать топовым ведущим. Я только недавно дожил до того, что мне агентства скидывают авансы без кастинга. Ну то есть просто говорят, у тебя свободная дата, я говорю, да, они такие все бронируют и закидывают мне аванс, и там, я даже не знаю, кто это в итоге, то есть мы позже будем знакомиться. Кайфы жесткие вообще, то есть вот целую руки всем девчонкам, агентствам, которые так делают. Часто ли у тебя так бывает? Ну то есть вообще участвуешь ли ты в кастингах? Мне кажется, что... Недавно, прям недавно, буквально неделю назад было, за 10 минут была продажа моя, себя. Просто пишет, женщина закачивает, говорит, Роман, здрасте, такого числа, свободный? Я говорю, да, свободен. Говорит, сориентируйся по условиям? Да, сориентируйся, я сбрасываю, сколько стою? Он говорит, окей, я говорю, хорошего дня. А на куда предоплату спрашивать? Я говорю, а вы уже готовы? Он говорит, я уже давно готова, я сбрасываю предоплату. Я посмотрел там за 10 дней, за 10 минут, за 10 минут, все за 10 минут. Да, бывает часто, ну то есть, есть четкое понимание, зачем меня хотят. Хотят, ну то есть, поржать. Мы хотим поржать. Все. Я не ведущий с бархатным голосом, из которого можно сделать шторы. Вот, поэтому я сразу говорю. И там, бывало так, что там во время пандемии там я встретился с мужем заказчицы. Говорит, вот я называю свою там супругу солнышко, там вот это тото, хочется душевного. А я начинаю рассказать свою программу и понимаю, что ну типа она им не подойдет. Я говорю, вы знаете, я наверное вам ну то есть не подойду. Ну как ведущий. Ну типа, ну странно будет, потому что вы же хотите няшно-душевное, солнечное. Он говорит, ну да. И он такой, он мне сказал, говорит такой, вы знаете, вам такое уважение вот вы во время пандемии, в сложное время. За честность. За честность. Я говорю, вот. Поэтому в тендерах я люблю участвовать. Я люблю участвовать в кастингах, я люблю в них побеждать, особенно когда там Маркевич или Марголин, когда ты их разнес, там пишешь, ну что они в датнике, ложитесь спать. Вот. Когда проигрываешь, ничего, ну то есть ну то есть ничего не испытываешь. Вот. Поэтому, ну сарафан, сарафан, да, ну то есть нормально работает. Круто, когда тебе звонят, когда ты встречаешься. Я люблю встречаться с заказчиками, потому что вообще это такое мини-мероприятие. То есть 40 минут и прям бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. То есть тоже максимально смешное ну то есть презентаж. Не достаешь там ноутбук. Вот смотрите. Цветы, кофты, кофты и цветы, виной розы. Вот. А сразу прям и причем есть у меня определенные крючки, когда, ну типа я понимаю, мои это ребята или нет. То есть там типа когда я говорю, что ну в самом начале. Ну я говорю, я встречаю обычно гостей в велком зоне, расскажу, что можно поделать, легкие напитки, что здесь легкие напитки, легкие закуски. Есть так называемые интерактивные зоны. Я не знаю, там шаржи, сдрессированный еж, человек, которому можно пощекотать. Типа я понимаю, ну типа если ребят такие типа что? Ну не, они не говорят так, что типа типа либо мимо ушей пропускают, либо ну типа засмеялись. Окей. Но есть типа я говорю, ну типа у тебя в голове думаю, хорошо, у меня в самом, ну там в дальнейшем есть еще там несколько крючков. Я говорю, что я считаю, что на празднике важно, чтобы было там обязательно поздравление от ваших родителей, от ваших родителей. Также можно составить список гостей, это те люди, к которым если не подойти и обидеться, сами не подойдут. Бабушка, дедушка, дядя с Камчатки в костюме краба. Нужно понимать, кому можно предоставить слово. И вот здесь типа ну то есть они типа в костюме краба. Все, и сразу же, и то есть у меня презентаха такая, что я устаю, реально. Ну то есть потому, что ты бу-бу-бу. Да, она в голове, ну то есть заученная, выстроенная, структурированная, с четкими там шутками, панчами. С панчами. Да, но при всем при этом типа ну не всегда типа ну типа нет, заходит, но типа бывает о нет, нам нужен кто-то поспокойнее. Угру, кип-ки-ки-ки-ки. Вообще не проблема. И выходишь. Вот кстати про поспокойнее. Понятно, что у тебя есть определенный стиль, да, такой фирменный, такое легкое безумие, которое... Без эми. А были ли какие-то случаи, что ты допустим кого-то в процессе прям мероприятия обидел? Ну то есть понятно, что у тебя юмор всегда же он такой на грани, но и ты ее прекрасно чувствуешь. Но люди же разные. Да были, наверное, но просто когда ты отталкиваешься в юморе от информации об этом человеке, тогда это ну то есть смягчается, то есть типа выходит человек и ты, блин, Ольга Анатольевна, выглядите просто как черешня, которую вы производите. Ну условно говоря. Вот. А если ты, ну то есть вышел человек, ты его сразу начинаешь унижать и все остальное. Плюс ко всему, там допустим, там с лицом волатильности рубля там мужчина был, это просто смешная шутка была. Ну просто смешная, это было там в камень-ножице-бумага или там, что типа там один был такой динамичный, там типа полуфинал был, а второй вот такой. Вот. Я говорю, смотрите, вы кобра, а вы рики-ки-ки-ки-тави, вы понимаете? Вот. И то есть ты вроде его не могу так, ну то есть принижаешь, ну то есть условно говоря, ты его называешь, не знаю, там харьком или там волатильность рубля, но это видно всем и это в контексте этого человека, потому что он типа там инвестор. Вот. И поэтому, когда ты не обзываешь, ну то есть или там не унижаешь людей там напрямую, а это ну то есть не мой такой стиль, все-таки я воспитан там свадебами, дня рождениями, вот, то, ну знаешь, к сорока годам все-таки внутренняя саморедактура, она есть, она прям четенькая есть. Вот, поэтому. Я просто слышал про такие случаи, что допустим, ребята, которые работают в подобном жанре, их там не так много, единицы, они все там суперкрутые, но они рассказывали о том, что иногда они что-то эту грань переходили и допустим, им приходилось там где-то за кулисами подходить к этим гостям и извиняться прям. А я тебе расскажу, потому что, когда у тебя нет формы, ты не защищен формой. Форма интерактива. То есть, когда ты в лотерейке, хей-хей, вышел человек, блин, даже если он что-то расстроил, ты говоришь, не расстраивайтесь, да, ошибся, все, фамилии, коп, но у вас есть возможность, все, у тебя есть форма, за которой ты спрятался. В боксе, там, что, где, когда, у тебя есть форма, за которой ты, типа, можешь спрятаться. А когда ты, ну, просто болтаешь, 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 керакш, ладно, потом, у тебя нет формы, потому что ты просто сказал этому человеку, что он усатый, а потому что он сидит рядом с тобой. Поэтому форма, это все равно форма интерактива. Защищает. Защищает, конечно. Не на сто процентов, но отчасти защищает, что ты не знаешь, какой человек у тебя выиграет, выйдет в лотерей, ты не знаешь, кто победит в камень, ножницы, бумагой. И поэтому здесь уж ты, когда ты знаешь, с кем ты шутишь, ты можешь простраивать свою структуру общения с человеком. А когда ты вот так в формате монолога, диалога, импровизации, типа, ну вот кто знает, ребят, дольше всех, вы. И ты не знаешь, и ты начинаешь о нем какую-то информацию. А чем вы занимаетесь? Когда у тебя есть четкое, то тебе лучше вот на эту тему пошутить. Про салон красоты, про то, что человек готовит лучший, великолепный плов, знает три языка. Да, я понял. Но я так на кастингах люблю говорить с заказчиком потенциальным, что говорить, очень большая разница между тем, чтобы смеяться над человеком и над тем, что делает человек. Смеяться над человеком – это не всегда удачно, а над тем, что делает человек. То есть, вроде, если это в какой-то хорошей форме, стебный человек с юмором. Конечно, конечно. Но опять же, ну это же важна форма. Но вот у тебя какая форма общения с людьми? На мероприятиях? Ну да. Ну, интеллигентная, скорее, больше. Нет, я понимаю. Это понятно, что уважительный, комплементарный, с юмором. Я имел в виду, ты говоришь про отсутствие конкурсов. У тебя есть какие-то формы общения с людьми? Да, конечно. Ну, то есть, грубо говоря, когда мы говорим о бросании букета и подвязки, и букета и подвязки, это же форма. Да. Ну, это же, по сути, конкурс. Да, безусловно. По сути, а как вы можете, ну, то есть, их вести тогда без конкурсов, если это конкурс? Не обманывайте людей. Я-то с тобой согласен. Ну, то есть, я-то… Ну, это тенденция, один сказал, все. Один сказал, один сделал. Да. Я делаю тоже и конкурсы, можно называть их там интерактивами, как мы это объясняем всем закачивающим. Ну, игрушки, да. Да, суть до дела от этого не меняется. Я-то считаю, что за счет этого как раз-таки круто и интересно можно провести время. Но точно так же, там, не знаю, мы там с друзьями собираемся где-то дома, в что-то играем, там, в какие-то стикеры, в мафию. Конечно. Это же форма. Да. Это форма игры. Ну, то есть, лотерея – это форма. Дома собираетесь – это форма. Там, еще какие-то там настолки – это форма, в которой ты знаешь, которая тебе прикольна. Плюс к всему, важно вот у меня в работе, думаю, у тебя тоже, чтобы формы были в течение вечера максимально разными. Здесь лотерейка по одному. Камень, ножницы, бумага – фу, все участвуют, но это индивидуальный зачет. Там шоу «Интуиция», где все отгадывают пять артистов оригинального жанра – это играем столами. Фу, все столами играем. Разное. Потом, что, где, когда стол, шесть стульев, фу, все садятся, шесть человек садится, кроме других находятся вокруг стола, там, бокс, максимально орущий конкурс, покажи мне песню, командный конкурс. То есть, вот этих лотерею можно проводить и тремя блоками в течение всего вечера, но она нафиг никому не нужна. И это, то есть, ты должен понимать, что она должна быть разнообразной. Здесь одно, здесь другое, здесь тынь-тынь. Я не знаю, как проводит своя лотерея, представляешь? Все знают, я не знаю, мне надо будет у тебя узнать за плесами. Я потом. Обновлю себе программу. Часто я слышу, знаешь, ты слышишь или нет, что говорят ведущие таким образом. Клячкин вообще проводит открывание конфет в боксерских перчатках? Нет, это не так. Нет? Это ошибка. А что ты делаешь в боксерских перчатках? В боксерских перчатках. Ну, когда ты разгоняешь. Там вот эти все финальные вещи, там действительно есть. Чупа-чупсы. Бутылка с шампанским. Но чупа-чупсы, это мелкое, это тяжелое. И зубы мне тоже. У всех моих заказчиков виниры практически. Шампанское. Все тоже тяжело. Ты обольешься. И поэтому я придумал себе форму, что когда ты разгоняешь, разгоняешь, разгоняешь. Там самое смешное, это не в конце. То есть ты можешь просто, чтобы когда на битве взглядов, кто-то первый засмеется. Вот тебе. Но тебе важно, чтобы до этого было максимально смешно. Но я стараюсь каждый интерактивчик, чтобы он был драматургически закончен. Поэтому у меня в конце, я говорю, победит тот человек, у которого больше всего алкоголя в крови. Нужно просто дунуть волкотестер. И все. И по очереди каждый дует волкотестер. Настоящий волкотестер. Настоящий волкотестер. Ну, прям я хороший купил. Вот там динго Е910. Ну, правда, очень крутой. Потому что есть дешевые вам видео. Прям какие-то, ну, прям свистки. Они ничего не понравились. А здесь ты. Все. Ну, там люди начинают горло полоскать вискарем. Там в человека встал. Это уже ближе к концу. И это классно. И флюс ко всему. Все. Там, ну, прям смешно. Люди говорят, да, я передую. Вот. Но там очень смешно. То есть комментируешь, комментируешь, комментируешь. Да, там немного просадка по темпу. Когда они дуют. И когда она там, типа, калибруется. Вот. Но в конце-то, в любом случае, типа, у кого больше всего алкоголя в крови, ты ему даришь подарок. Это упаковку алкогольцера. Ну, то есть, закончен. Важно, чтобы у каждого интерактивчика была законченность. Ну, то есть, финал такой. Потому что я сам расстраиваюсь. Думаю, блин, не купили алкогольцер. Блин, ладно, просто подарю вам поклон. Вот. Еще тогда, я тебе сейчас скажу другую точку зрения на это. Не знаю, слышал ты ее или нет. Адис, который тоже является, безусловно, авторитетом для всех ведущих, говорит о том, что если вы закончили конкурс, ну, то есть, он дошел до своего логического конца, то это вообще херня вы, а не ведущие. И нафиг такой конкурс нужен. Ну, то есть, конкурс – это просто как вход, как всегда говорит он. И потом должно что-то такое произойти в моменте. И, ну, если вы закончили прямо по правилам, и все произошло, то нафиг надо. Ну, это на его мнение. Еще раз говорю, он не может говорить такие вещи, если он ведет без конкурса. Где-то подвох получается. То ли он делает конкурсы. Так вот именно, где брехло он, блин. Плюс ко всему, когда он, то есть, делает, там, типа, пранки. Да. Тоже форма же. Ну, это же тоже форма. Ну, и тут, поэтому, он просто говорит о том, что введение мероприятий без конкурсов – это просто тоже форма. Но внутри, я уверен, у него тоже есть свои формы. Просто, ну, то есть, я не знаю, как он, какие формы. Еще раз говорю, мы смотрим только потому, что он ведет, ну, то есть, у артистов, у звезд. А там, еще раз говорю, никаких конкурсов действительно не нужно. У Бузова не нужно конкурсов. Ты просто, у тебя куча людей, которые поют и говорят поздравления. Но, еще раз повторюсь, когда тебя, как ведущий, говорят, нам 8 часов, хотим поржать. Здесь тебе приходится, ну, то есть, думать о том, как это сделать. Сколько ты сейчас стоишь, как ведущий, ну, вот, с диджеем, там, все такое? Ну, 300. А выездные – 350. Выездные – 350, не в Москве? Не в Москве, да. А кто-то дороже тебя? Ну, Белов? Ну, он 350 тоже стоит. Тоже 350. Ну, то есть, ты… Я подбираюсь к этой красивой дряни. Адис, наверное, меньше стоит? Ну, наверное. Спроси у него. Ну, ты же, твой же авторитет. Ты же у него там инстаграм разбирал. Он тебе не откажет. Адис, вот посмотрим, помнит он тебя или нет. Но, самое интересное, Рус. Я когда… Вот такой фишечки ни у кого нет. Я когда приглашал людей на кастер Мласа, я записывал каждому индивидуальное приглашение. Я помню этот ход. Я помню, да. Это даже не ход. Это не то, что… Ну, это не прибавило мне людей. Ну, то есть, мне показалось, что… Ну, то есть, ничего. Но мне показалось, что… Когда вот всегда вот этот, знаешь, индивидуальный подход, да? Может быть, его никто не оценил. Но мне… Это было на самом деле так… Ну, то есть… Так тяжело. Ну, не то, что тяжело, но так… Ну, то есть, говорят, уважаемый Антон Лопушко, приглашаю тебя тут этот… Уважаемый Кирилл Сисапуска, приглашаю… Уважаемого Ольга Воролейко. Ну, конечно, это дофига делов. Все эти имена. Конечно, дофига делов все это записывали. Да, но это прям… Ну, это прям классно было. Мне вот этот ход, он прям мне очень зашел. Ну, потому что… Это потому что… Ну, то есть… С уважением к каждому, кого я приглашал. Ты выглядишь человеком, который постоянно заряжен, который постоянно в настроении, который готов постоянно вкидывать, 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 вкидывать. Есть какая-то другая сторона Ромы Клящкина, которую мы не знаем? Ну, то есть, ты вот бывает такое, что приходишь там домой и все, и молчишь, ни с кем не можешь разговаривать и так далее? У меня просто есть преимущество, у меня дома никого нет. Я же был один. Ну, то есть, я пришел, залип. Ну, там на балкончике можно позалипать, коленчик покурить. Ну, какие-то выгорания вообще. То есть, я просто слышал, допустим, что там Олег Белецкий рассказывал, что он там на пике своей вот карьеры ведущинской, там, сколько-то у него было прям много мероприятий в месяц, и он очень быстро выгорел и понял, что он не может в таком режиме. Знаю, как Олег Белецкий работает, там нечем выгорать, господи. То есть, ну, то есть, что, добрый вечер, дамы и господа, все, я выгорел, я спичка. Вот, или там комплименты в адрес молодоженов, все, господи, я продолжаю, я тлею, все, выгорает, у меня ноги угли. Я имею в виду, что... Да, я понял. Да, но ты же понимаешь, про что я говорю. Типа, мы все вот артисты знаем о том, что даже великие артисты, на самом деле, там, дома или со своими близкими, они были немножко другими людьми, у них были там перепады с настроением и так далее. Вот насколько это к тебе применено? Я вот тоже здесь частенько задавали этот вопрос по поводу выгораний. Я не знаю ответ на этот вопрос, касаемо, ну, то есть, общего типа, чтобы не выгорать, нужно обливаться водой, и тогда вы никогда не выгорите. Вот. Не понимаю, как, ну, то есть, даже не знаю, как это объяснить. Вот есть, допустим, взять декабрь. Я не понимаю, в чем там. Вот там, когда люди жалуются на то, что они выгорают, это очень странно. Декабрь, по сути, даже если у тебя 25 мероприятий, они коротенькие. Они коротенькие. И всегда в декабре достаточно насыщенная, плотная программа. Ну, там, у компаний, у которых есть. Поэтому там 4 часа, ты там с 6 до 7 сбор, с 7 до 10 мероприятий, в течение которого там 3 блока ковергруппы, одна звезда. Все. Поэтому, когда говорят про выгорание в декабре, это, на мой взгляд, полная чушь. Короткие. А вот если говорить про выгорание там в июне, в июле, когда 20 мероприятий, по 8 часов, здесь уже, ну, то есть, об этом, ну, то есть, можно говорить. Но здесь на помощь приходит лето, на помощь приходит солнце. Природа. Природа, да. Потому что я просыпаюсь, открываю окошко, там, хоп, чирикают птички, солнышки. Вот. Ты сейчас опять уходишь в тот образ, который мы знаем и любим, это понятно. Ну, просто вот, даже там тот же Бурнов у Дудя когда был, то есть, он не посинял сказать о том, что, ну, я бываю, там, мне были периоды, да, в жизни, когда я прям унылое говно был. То есть, у меня какие-то были там такие депрессии и так далее. Хотя мы там Бурнова же знаем только вот панчлайгерам. Ну, по ролям, конечно. Да нет, ну, здесь у меня, ну, то есть, может быть, когда-то, ну, нет, я когда, ну, типа, остаюсь один, там, что-то делаю, типа, я залипаю. Но это не касается работы. Это в любом случае, как только включается микрофон, музычка, какой бы ты ни был залипашка, Включаешься и ты. Уже включишь, конечно. Мы же зависим только от работы. Ну, да. Мы можем даже по-честному сказать, что перед тем, как мы включили камеры, какой-то был унылый и ничего не говорил. Что ты врешь? Ты даже вон без раскачки начал со мной разговаривать. Обычно он свои... Итак, сейчас 15 минут мы разговоримся. Потом мануальный массаж, чтобы вас немного потомка не в куски пидару в глаза и поперли. Про ивент хотел поговорить и про юмор. Я имею в виду, что про твою карьеру в юморе. Убойная ночь, убойная лига, смех без правил. Вот все проекты, в которых ты участвовал... Хорошие шутки на СТС. Ты чего? Да, хорошие шутки на СТС тоже. Ну, я к тому, что и в итоге ты пошел в ивент. Прямо целенаправленно. И сейчас... Так получилось. Ну, как вот так получилось? Рус, ну, так получилось. Закончились проекты, убойки ночи и все остальное. Соболь улетел в Питер поступать, работать. Они там втроем даже собрались. Соболь, Смирняшка и Бандерас. Поэтому они попали в камеди. Просто три человека, когда мощных. Вот. Тогда есть возможность что-то сделать. А когда ты один... Ну, в целом, просто стендап не мой формат. Разве? Не мой, не мой, не мой, не мой. Вообще. Ну, то есть прописывать, сидеть в офисе. Это сильно усидчивая работа. Импровизационные вещи. Это мой формат. В Москве прошел там импровизация команд ведущих. Очень смешно было. Очень классно было. Вот это мой. Легкий, ненавязчивый, где ты просто ржешь, говоришь все, что хочешь. Вот. Ну, и ты ушел в ивент. Просто так получилось, так сложилось. Это не потому, что, типа, у меня был выбор. Так, на ТНТ или в ивент. Нет. Ну, хорошо. А ты, допустим, не думаешь о том, что... Там, может быть, чуть больше усилий в сторону медиа и юмора. И ты бы сейчас получал гонорары какие-то там Х5, Х10 и так далее. Не думаю. Потому что сейчас... Ну, во-первых, сейчас очень сложно. Ну, вот Соболь медийный человек. Да, конечно, безусловно. Супер медийный. Ну, и гонорар у него не как у супер медийного человека, чтобы ты понимал. Ну, больше, чем у тебя. Больше, чем у меня. Но при всем при этом, он... Ну, он другим с ним. Да, он зарабатывает больше. Но у него просто много там коллабораций, рекламы, все остальное. Но я при всем при... У него просто... У него семья. Там и все остальное. Я пока просто один живу. Я один. Вот. И поэтому я вот от того, что сейчас происходит, просто кайфую. Потому что работать хочешь, поднял ценник себе. Вот. Причем сейчас у меня такая тема. Я беру предоплаты там тысяч 20-30. Не 50%. Я всем рекомендую не брать 50% вообще. Потому что раньше там, допустим, был гонорар 200. Я взял 50% в марте. А у тебя в июне мероприятие. И ты в июне работаешь за 50. Потому что 20 там агентству, 30 костику, 50 тебе. Вот. А этих 100 уже нет. И ты такой... А сейчас ты типа 20-шек берешь. И потом... Приятненько. Котлето всегда получаешь. Вот. Поэтому сейчас уже не тот, наверное, возраст, чтобы... Да, Рома, какой не тот возраст? Мне правильно сказал. Вот мы сейчас общались с Андрюхой родным. Он продюсер на Рутубе. И к нему приносят проекты. И там в одном проекте типа ведущий я. Говорю, мне нужно понимать, нужно мне это или нет. Потому что я все-таки исполнитель. Я из серии. Вот так нужно сделать. Не то, что придум... Или вести что-то. Типа вести юмористическое шоу. Не мое. Мне нужно, чтобы была возможность разгоняться и всего остального. Вот. А таких проектов, ну, не так много. Ну, хорошо. Просто, допустим, все же ведущие, которые сейчас там ведут по всей стране, там и в Москве, в том числе, неважно, они все мечтают там о чем-то большем. Допустим, им бы хоть куда-нибудь там попасть, вот с какой-нибудь там микропроект, там, да, телевизионный там, YouTube, неважно. А ты там везде уже был. Ну, ничего просто. Ну, то есть, для нас это был, наверное, ну, какой-то такой медийный старт нормальный. Тебе не хочется сразу чего-то большего вновь? У меня есть такое ощущение, ну, то есть, не какой-то самореализованности с точки зрения юмора, вот, импровизационных вещей. Но такого, ну, вот, как, наверное, вот в импровизации. Не импровизации команд, а шоу импровизации. Ну, ты говоришь, если стендап тебе не подходит, пожалуйста, вот импровизация. Говорите про импровизацию. Не про импровизацию команд. Я куча команд, и там много мелких. А когда вот какие-то вот такие разгоны сумасшедшие. Вот. Вот. Но таких проектов не так много. Их, ну, то есть, единицы. Вот именно, там, чисто каких-то импровизационных вещей. Но они же есть. Ну, их просто, ну, туда, ну, не попасть, потому что они, ну, сами по себе нужны. Просто, когда говорит Рома Клячки, что туда не попасть, это звучит, ну, как-то неправодоподобно. В смысле страны, ну, не верится, что вот тебе туда не попасть. Ну, я туда и не особо стремлюсь. Ну, потому что, черт говоря, когда у тебя 20 мероприятий. Некогда. Да некогда, да. Просто некогда. Ну, просто нам вот со стороны, всем ивентерам, кажется, что ты очень доброжелательный. Господи. И любишь всех обобщать. Есть тенденция. Кто сказал? Агис. А. Никто ничего не вынес. А кто? Ну, все что-то делают. Все ивентеры со стороны. Да с какой стороны, Рус? Слушай, ты как-то прилетал с мастер-классом. Все такие, Рома Клячки, да Рома Клячки. Ну, то есть понятно же, что ты народный любимец. Ну, даже в ивент-тусовке. Но это ведь так. Ну, стараюсь быть. Да. Ну, точнее, не стараюсь быть. Ну, то есть я же не знаю... Ну, я о тебе говорю. Тоже, это общепринято, да? Так все говорят. Да, я просто про то, что с такой же харизмой можно было транслировать в массы вообще. То есть если тебе быть в каком-то шоу-превизиционном или в чем-то подобном. Точно так же ты будешь народным любимцем по всей стране. Разве это тебе не очевидно? Может быть, очевидно, но я просто об этом не особо думаю. И нет предложений. Ну, то есть, ну что, я буду рваться. Ну, то есть, когда тебе просто кайфово, вот так, непривязанным быть к съемочным пулам. Меня вот как раз не закончил. Андрей мне говорит, родной, говорит, вот, типа, принесли тебя ведущую. Я говорю, ну, давай посмотрим. Я говорю, нужно ли мне это вообще? Ну, то есть, быть привязанным к каким-то там пулам и всему остальному. Потому что это же не приносит особо денег-то. Не приносит особо денег. Да, может быть, в дальнейшем это может быть как-то аккумулируется в денежку. Но пока... Слушай, мы записали, мне кажется, вообще все, что планировали. Очень классный подкаст получился. Он называется «Шоу Мазгуон». Ну, типа, шоу должно продолжаться. Да я понял. Приготовь рис на пару, что не так переводится. У меня обычно гости такие «А, да, вот так вот». Ты продолжаешь заниматься ивентом? Ну, то есть, это дело твоей жизни? Ну, типа, да. Русский стал рубленым такой. Ты такой обаятельный, как только ты начинаешь... Вот, знаешь, это из серии. Вот, я тебе пример с Олегом Савельевым. Вот, я обожаю Олежа. Мощь, бетон, как он себя много называет. Но, я тоже люблю. Ну, то есть, у меня есть ведущий, на котором я люблю постебаться. Олежа, то есть, вот из этой серии, он, я тоже люблю, вот в рамках мероприятия. То есть, ведет какое-то мероприятие, и он, ну, то есть, любит комментировать то, что в целом понятно всем, но тебе нужно сказать, что это нужно прокомментировать. Фак-чеки выдает. Ну, да, да, да. Ну, то есть, типа, уже все там, типа... Ну, пример. То есть, там, типа, какое-то посмотрели трогательное видео, все, и он там, и все, там, именинник обнялся с друзьями. Говорит, да, но вы посмотрите, как прямо сейчас наш именинник обнимает своего друга, потому что это видео напробило его на слезу. Ведь только настоящие мужчины могут поплав... Ну, то есть... Сюда, в колодец, в колодец. Я говорю, да, Алекс, вы... Ну, то есть, и поэтому, говорю, это дело твое... Ты занимаешься ивентом, да. Это дело твоей жизни. И ты не собираешься останавливаться вот на достигнутом. Так вот. Я думаю, что это классный финал. Лучше уже не будет. Самое сердце. Что же ты медлишь с этой мишенью?